Ребят, всем привет! Хотел начать это видео еще в Майами, но как-то не удалось в Майами, потому что что-то протыкал там. Я, как вы видите, в куртке утепленный, ни разу не по-майамски, немножко уже не выспавшись, потому что я приехал, куда я приехал? Я приехал, позади меня автоматы, раз, два, три. Я приехал в Лас-Вегас, да. У меня здесь пересадка, и пока у меня большая пересадка, сейчас я дойду до своего гейта и расскажу, почему я вообще в Лас-Вегасе и куда я дальше речу, и что вообще происходит. Ну а вы знаете, что сделать. Подписаться, поставить лайк, ну и, конечно же, как-то смотрите, откомментировать это видео обязательно. Мне ваше мнение всегда интересно. Поехали! Так, пока я пойду искать свой гейт в другом терминале, хотел показать, есть такие автоматы, они тут повсюду. Я сейчас вам иду по ходу пьесы, пока буду идти рассказывать. Мне нужен терминал Е, точнее И. Вот. Иду идти к своему терминалу. Народу здесь большой аэропорт, народу здесь очень много. Сами можете понять, что Лас-Вегас здесь очень много людей привязать азартных. Погулять, поиграть. Я, к сожалению, в Лас-Вегас сам лично не попаду. Город я имею в виду. У меня тут всего лишь 3 часа пересадка, поэтому я обойдусь тем, что я найду свой терминал и посижу подожду свой рейс. Так, рекламу не буду показывать, покажу себя лучше. Вот, у меня, короче, рейс следующий из Лас-Вегаса в Сан-Франциско. Да, тот самый прекрасный город в Сан-Франциско. В нем я тоже не буду, не собираюсь долго задерживаться. Из Сан-Франциско я поеду в дилершип за своим траком. Ну, все по порядку. Сейчас все расскажу обязательно. Так, иду искать пока свой терминал, потом сейчас сяду спокойненько, все расскажу. Вот так вот стоит вся очередь на метро. Вот, собственно, я тоже стою здесь. Мы видим терминал Е. Терминал Е. Заходим быстренько. И, собственно, ваш покорный слуга уже в терминале, точнее, в метро, едет в терминал Е. Конечно, дети маленькие. У меня двое детей тоже, но дети орующие в самолете. Это еще то испытание. Вот. Народу очень много. Так непривычно ходить в куртке. После Майами вообще так непривычно ходить в куртке, в кофте. Ужасное состояние. Хочется все это снять, ботинки снять, штаны снять, одеть майку. Одеть майку и поедать. Майку, шорты, тапочки и пойти на океан. Ну, как говорится, работа есть работа. Так что едем, короче, к своему терминалу в более спокойном состоянии. Сейчас все расскажу, покажу. В общем, да, интересненько. Опыт хороший у меня будет. Время, чтобы вы понимали, сейчас час ночи. Разница с Майами 3 часа. Я вылетел в 11. Не, я вылетел в 10. А сейчас 5 часов летел в Лас-Вегаса. Как и все в Америке, в каждом штате все по-разному. И, соответственно, авиалинии вроде одни и те же, но все все равно по-разному. Когда я был в Майами, ты приходишь, как обычно, стандартно на стойку регистрации, показываешь свои документы. В данном случае это права. Это говорит о том, что права обязательно нужно делать в Америке. И тебе выдают, скажем так, маршрутную квитанцию. Ты идешь, собственно, на регистрацию, точнее на рейс свой. На свой гейт выходишь и спокойно тебе летишь. Я прилетел в Лас-Вегас. И что вы думаете? Я пошел на стойку регистрации. Говорят, а, тебе нужен чек-ин? Я говорю, да, мне нужен чек-ин. Он говорит, так это стоит 22 доллара. Я так говорю, в смысле, какие 22 доллара? Тебе нужно сделать это онлайн. Я говорю, без проблем, сейчас сделаю онлайн. Это бесплатно? Да, бесплатно. Я сажусь, начинаю делать онлайн. У меня было приложение. Я до этого уже летал, оказывается, по этими авиалиниями. Хотя я не помню нифига. Сажусь делать онлайн. Мне рекомендуют открыть приложение. Это авиакомпания. Не буду рекламировать ее ни в коем случае. Такой дешманской авиакомпании, лоукостер. Поэтому, так себе. Мне главное, я без багажа, без ничего. Мне главное, чтобы он мне привез с точки А в точку Б. И, короче говоря, открываю приложение, все, завожу непосредственно там код бронирования, фамилия, имя и начинаю регистрироваться. Он мне не дает зарегистрироваться. Компания, которая создала это приложение, просто по-жесткому тупит. Я полчаса, короче, пытался зарегистрироваться, соответственно, не получается. Я прихожу у нас только в инвестации. Я говорю, у него не регистрируют. Он такой, типа, ну тогда надо платить деньги. Я говорю, нет, я не буду платить деньги. Я говорю, давайте регистрировать онлайн. Он такая, она и он, там, два мужчины и женщины. Говорит, да, окей, заходи через Safari или через Google. Без проблем. Захожу через Safari, точнее, захожу через Google, не дает, ну как бы, я захожу на сайт, все, там, чек-ин, регистрируюсь, не дает регистрироваться, тоже тупит. Хотя у них требования, что типа, можно онлайн зарегистрироваться в приложении. Захожу через Safari, ну как бы, это Apple-овское приложение, да, типа Google, и все, окей. Регистрация не видно, видно, вот как-то сейчас приближу. Короче, не буду рекламировать. Короче, зарегистрировался, QR-код есть, теперь у меня регистрация бесплатная. Короче, вывод такой, если вы летите в Америке авиакомпаниями, неважно какими, твоя компания, по-разному, в каждом штате по-разному. И, как вы понимаете ли, я вот столкнулся с такой историей, кто-то скажет, да это же все просто. На самом деле все просто, я не спорю. Просто, когда ты через приложение пытаешься сделать, оно глючит, через Google пытаешься сделать, оно тоже глючит, а они тебе пытаются развести, что типа, надо заплатить денег. Переплатить не буду. Если у вас нет хоть какого-то английского, то это, конечно, проблема, поверьте мне. Я, короче, на своем таком, английском пытался донести, что я платить не буду. Они такие, ну типа, окей, ладно, давай, давай через Safari. Я через Safari как бы сам бы зашел. Но суть-то не в этом, что они пытаются здесь развести Америка, страна возможностей. Ладно, пошел дальше проходить, короче. Пойду, пройду и пойду к своему гейту. Кстати, пойду я вот так вот, чтобы вы понимали, где это и как это. Это выглядит вот так. Никого нет вообще от слова совсем. Время, наверное, потому что сколько времени, время 2 часа ночи, и поэтому никого нет. Сейчас буду проходить таможню. И на таможне показывают только права и, собственно, сам, саму регистрацию. И все. Пошел, короче, проходить регистрацию. Ну что, таможня пройдена успешно, все хорошо. Жду в своем гейте самолет. Мне еще ждать хер вот очень времени, поэтому есть время поговорить с вами. надеюсь, у меня авторские права не прилетят в очередной раз, потому что музыка играет по авторским правам. Я буду больше говорить и меньше молчать. Давайте расскажу про ситуацию, почему вообще я собрался лететь в Сан-Франциско и почему именно в Сан-Франциско. Дело было два месяца назад, чуть больше даже двух месяцев назад уже получается. Мой водитель, Леха, я знаю, что он смотрит, Лех, привет, был в трипе и, соответственно, машина была новая у него. Все было новое, все было хорошо. Леха выехал в первый трип свой. Все было у него замечательно. Он ехал, выехал из Майами, поехал по всей Америке колесить и успешно загрузился грузом в Сан-Франциско, а точнее где-то Сакраменто рядом. Ну, Леха знает больше и лучше. Я уж точно не помню сейчас всю информацию. И, соответственно, выехать нужно было из Сан-Франциско в сторону Колорадо-Денвера. И он успешно загрузился двумя машинами и поехал. Поехал и встал. Встал и сломалась, скажем так, не коробка, не мотор, а сломалось что-то связанное с механизмом, коробки, не самой коробки, а рядом какая-то тема, которую нам никто не может объяснить. Что-то сломалось. Сломалось такое, что нужно заказывать из завода, из Мексики запчасть. Машина новая, 22-го года, чтобы вы понимали, на гарантии. Проехала она там всего лишь навсего 8 или 10 тысяч миль где-то так в этом промежутке. Короче говоря, она только в одном трипе даже до конца не доехала. Леха накатала немножко миль, но это до такой степени мелочь по сравнению с тем, что как бы это мелочь для Америки, по факту это не такие большие мили. Машина сломалась и, соответственно, она встала на дороге. Мы вызвали эвакуатор, приехали в ближайший дилершип и встали, собственно, на ремонт. Ну, я имею в виду автосалон, это был Рэма. И нам сказали, мы сначала думали, что вопрос с топливной системой, но в итоге вопрос с топливной системой это не было неправда и оказалось, что там какая-то система в плане коробки, подробностей не знаю. Честно, в Америке вообще сложно чего-то добиться, особенно в технический язык, если его нету, то и понимания нету, то тебе, в принципе, даже начнут объяснять, ты ни хера не понимаешь. Это вот проблема того, что ты ни хера не знаешь хорошо английский. Если бы ты знал его как русский или, допустим, любой свой язык, и ты бы изъяснялся на нем, было бы легче. А учитывая, что ты ни хера не знаешь хорошо технического языка, то, соответственно, у тебя проблемы с пониманием, что происходит, что сломалось. Они тебе объясняют, вроде бы ты понимаешь, что коробка не сама коробка, рядом с коробкой, а что-то там сломалось, какой-то там механизм, который нет в наличии и так далее. Короче, дело такое, что нам говорят, нужно ждать. Мы говорим, сколько? Ну, говорят, ждать в лучшем случае месяц. Машина встала, понимаете, коммерческая машина встала. Леха взял в аренду машину другую, поехал, докатал свой трип, подустал, конечно, молодец, очень хорошо отработал, подустал и ушел в отпуск. Соответственно, я прошел месяц, вообще новостей нету. Моим звоним, пишем, ребята, что за фигня, что с машиной, где запчасть, запчасти нету, трек-номера тоже нету, что запчаст придет. Они типа заявку оставили заводу, завод даже не отправляет запчасть. Ребята, это просто нонсенс, просто нонсенс. В Америке нет запчасти на машину. Кто скажет, ну вот там дефицит, после коронавируса, проблемы и так далее. Ребята, это всего лишь на всего запчасть. Короче, проходит месяц, новостей нету, проходит еще две недели, новостей нету и проходит уже получается практически два месяца и мы звоним со всех сторон, звонит Леха, звоню я уже, все уже, я начинаю на кипиш, типа, ну что за фигня. Опять же, благодарю Леху за то, что он действительно помогал, хотя он не работал уже. Я ему сказал, Лех, по ходу дела тебе придется искать новую работу, потому что это неизвестно, насколько затянется и в итоге мы приняли решение, что Леха вы ищите новую работу, а я как бы остаюсь без водителя, без драйвера, да. И Леха в итоге на этот момент, наверное, скорее всего, уже нашел работу, уже работает на другой компании и я, соответственно, потерял хорошего драйвера. Но не суть уже сейчас. На самом деле, что сделано, то сделано. Мы начинаем звонить и говорить, ребят, ну что там? Он говорит, да, запчасть пришла, она сейчас должна приехать. Приехала запчасть. Мы говорим, ну когда сделаете? Да вот сделаем. Приходит день благодарения, проходит день благодарения, там несколько дней, там сколько дней, пять, или сколько там дней, где благодарение было. Они тут, типа, американцы, не любят отдыхать, ребят. Проходят все эти дни благодарения, мы опять звоним, что с машиной, что сделали, не сделали. нет не сделали пока еще не начали окажется нас задвинули там еще какая-то впереди машина была которой нужно было ее сделать в итоге я принял решение что я лечу я лечу все я буду сидеть в автосалоне и ждать пока мне отдадут мой трак потому что мне нужно чтоб трак работал а трак стоит потому что якобы какой-то там по имени дак задвинул мою машину и не ремонтируют ее потому что якобы ну типа чувак из флориды а я здесь понимаете ли в калифорнии это фиг знает где один конец америки другой конец америки типа он не приедет просто так я ему позвонил говорю я лечу он такой типа нет ты мне как бы я тебе сам позвоню когда ты тебе нужно лететь я говорю нихера я лечу я покупил билеты лечу в итоге я купил самые дешевые билеты через лас-вегас пересадкой как вы видите я сижу в лас-вегасе и сейчас зачекинился и лечу в сан-франциско и еду в этот салон и неизвестно сколько там до сидеть и ждать свою машину спать где я буду это уже не понятно но мне уже насрать такой степени потому что ребята уже в 3 месяц пошел кто-то говорит что годами ждут я не хочу годами ждать они хочу вместе стали не хочу дважды я хочу здесь и сейчас свою машину если там не серьезных проблем нету с коробкой с мотором там не нас мостом то какие проблемы почему вы мне не отдаете мою машину машина на гарантии я купил специально новую тачку чтобы она была на гарантии и чтобы обслуживалась она тоже у дилера. Какого хера в Сан-Франциско? Я ненавижу Калифорнию, честно, при всем моем уважении людей, которые любят Калифорнию, я уже ненавижу Калифорнию, потому что за весь промежуток времени работы в трекинге я понял, что Калифорния вообще самый неудачный штат у нас. Как обычно, какие-то здесь проблемы с бензином, с дизелем, с проблемой у нас сломалась машина, не знаю, стечение обстоятельств это, или просто нам везет так. В Калифорнии какие-то постоянно какие-то перетрубации происходят, нам не везет здесь. Бузка, конечно, меня напрягает. И, в общем, суть такова, что я сейчас прилетаю, еду в этот автосалон и начинаю качать права и сидеть там. Они думают, что я не прилечу, но я лечу, ребятки, я лечу. Я буду показывать теперь, что там происходит, что это за автосалон, что это за дак там такой, человек, который задвигает нас из Флориды, понимаете ли. Будем, короче, решать вопросы, потому что, ребят, ну третий месяц, это несерьезно, вообще несерьезно. Это бред, я считаю. Так что так, вот, ребят, поэтому я сейчас нахожусь в Лас-Вегасе и, собственно, успешно лечу в Сан-Франциско. Прошел, главное, чекин прошел, все, поэтому все нормально. Так что, я надумаю, что продолжение следует. Показывать я вам аэропорт не буду, потому что, ну, а что тут показывать? Аэропорт как аэропорт, все закрыто, ночь, все сидят, ждут рейса в Сан-Франциско, собственно, как и я. Поэтому как-то так. Сюжет дальше. Смотрим. Для вас это несколько минут прошло, а для меня это целое время. Сюжет дальше. Ну что, друзья, я в Сан-Франциско. Я в этом городе еще не был. Дофига где был уже, но в Сан-Франциско еще не был. И мне сразу на ум приходит эта песня. Этот город, так это Сан-Франциско, стиль, там город стиль Идийского, старая советская песня. Короче говоря, не знаю. Сейчас на такси и к дилеру. Никаких кофе, ничего. Просто на такси и к дилеру. Ну что, ребят, максимально убираю эмоции в сторону. Сейчас уже немножко успокоился. Рассказываю, что происходит. Приехал из Сан-Франциско, сел на такси, приехал в dealership. Точнее, где, скажем так, сервисный отдел Рэма, где моя машина стоит. Это недалеко от Сан-Франциско, там 20 миль. И узнаю моего менеджера, который мне говорил, что все готово, что машина не готова. Ладно, полбеды, чтобы она была бы не готова сегодня или завтра. Так она выяснила, что они вчера проверяли автомобиль, ту запчасть, которую они заказали. Та запчасть оказала, что не совсем помогла коробке. И в итоге нужно менять полностью коробку. Всю трансмиссию нужно менять. Я, честно говоря, в шоке. Потрачено время, потрачены деньги. Сейчас нужно обратно лететь в Флориду. Сейчас смотрел билеты. Билеты Космос стоят на сегодня. Надо буду летать завтра. Буду, наверное, скорее всего снимать гостиницу. Ну, или в аэропорт поеду, не знаю. Потому что завтра только вечером мой рейс. Нормальный рейс. Вот. Напрямую полечу домой. Вот так вот, в принципе, во всем в Америке так, понимаете. Вот реально во всем так в Америке. И вот этому менеджеру реально пофиг на мои проблемы, что я уже в третий месяц стою, уже да. В третий месяц стою, не работаю, что я потратил время. Приехал. По его же наводке приехал, что машина будет сегодня готова. Максимум к вечеру. Может завтра к утру. Просто билеты были более-менее по адекватным ценам. Поэтому я решил ехать сегодня. И понятно, что он даже не извинился. Просто сказал, что чувак, ну нужно трансмиссию заказать. И еще он мне говорит, звони непосредственно к Крайслеру. И договариваюсь с Крайслером, чтобы они тебе быстрее трансмиссию нашли. Мы это будем делать. Но насколько это быстро у нас получится, мы не обещаем ничего. Поэтому, ребят, я сейчас максимально без эмоций постараюсь закончить этот ролик. Вот. И в общем мне придется еще раз сюда приехать. Сан-Франциско из Флориды. Чтобы понимали, Флориды это внизу Америки, а Сан-Франциско это другая страна Америки. Здесь Атлантика, а здесь Тихий океан. Фактически всю Америку перелетаю и чтобы забрать мою машину. В итоге не забираю. В итоге обратно лечу. Попадаю на большие деньги, на огромные деньги попадаю. Сейчас билеты стоят просто космос. И, соответственно, третий месяц уже стоит машина, третий месяц стоит мой трейлер. Тут на парковке Сан-Франциско, в которой бешеный денег парковка стоит. В общем, все печально. И ничего хорошего в этом нет вообще. Сказать, что я расстроен, это ничего не сказать. Потому что и на рынке, конечно, творится трындец на рынке перевозок. Плюс трак уже третий месяц стоит. Это, конечно, как говорится, Америка меня испытывает по полной программе. Общался сейчас со знакомым, у которого 15 лет опыта вождения на Рэме. И он, говорит, никогда в жизни с таким не сталкивался. Просто, понимаете, я удачливый человек. Купить эту машину, чтобы она сломалась на таком маленьком пробеге. Ладно, она проехала бы там 100 тысяч миль, 200 тысяч миль и сломалась. Хоть что-то заработал бы там, да, и не так обидно было бы. Но она новая. Понимаете, это просто нонсенс. И плюс она еще сломалась в другом конце Америки. Но это еще один нонсенс. Плюс мне попался такой менеджер, который за свои слова вообще не отвечает. Еще один как бы нюанс, да. В общем, я очень удачливый человек. Наверное, это такое испытание для меня американское для того, чтобы я прошел эти все испытания и понял, что такое такая страна, как Америка. Обязательно буду рассказывать про минусы этой страны. Я просто еще коплю их. И я максимально буду откровенен с вами, потому что вы не думаете, что здесь так красиво все и все приезжают, показывают вам инстаграме картинку, а вы в нее верите. Не так все это. Обязательно я буду делиться опытом негативным. Просто у меня собрались несколько пунктов. Я хочу их добрать и рассказать в одном общем ролике, какие здесь минусы, о которых в принципе вы даже не можете представить. У себя за бугром. Вы думаете, что это такая прекрасная страна, что здесь вас всегда ждут и что это страна возможностей. Да, страна возможностей. Никто не спорит. Только за своими определенными причинками, к которым вы никогда не готовы будете. Поверьте мне, как и я. И еще что впереди, мне же тоже непонятно. Ну, в общем, ладно. Это отдельный ролик. Обязательно я сниму. Накоплю все прям в одном ролике, чтобы полноценно объективно все рассказать про минусы этой страны, как я это делал про Турцию. Некоторым не нравилось, но я это делаю, потому что это мой канал и это мое мнение сугубо личное. Я так вижу это. У каждого свое видение, поэтому я обязательно сделаю такой ролик. Так что заканчиваю этот ролик печальной новостью для себя, для вас. Для вам в принципе пофиг, да? Вы там посмотрели. Ну, чувак, держись. Ну да, держусь. Буду благодарен, конечно, за поддержку в любом случае. Еще увидимся в следующих роликах. Пока-пока.